Были ситуации, когда приходит серьезный мужчина, а ты видишь, там у него торчит пистолет из пиджака, понимаешь, что это телохранитель, и там с суровым голосом нужна капучино, ты, не знаю, там рисуешь сердечко, и там такая детская улыбка. Спасибо. Хочешь узнать больше о современных и интересных профессиях, но боишься задать глупый вопрос? Мы зададим все глупые вопросы профессионалам за тебя, а они расскажут, как все есть на самом деле. Ты смотришь 10 глупых вопросов. Меня зовут Богдан, Прокопчук, я работаю шеф-бариста. Вообще изначально эта профессия двинулась и начала свое движение из Италии, и эта профессия была нужна, потому что нужно было когда ограничить функционал работы бармена и человек, который работает именно с кофе, потому что бармен – это человек, который занимается алкоголем, то есть алкоголь, миксология – это все очень круто, это очень интересно, но это прям отдельное движение. Если я начну рассказывать про кофе и углублять в эту науку, ну, это реально наука, вот, то это реально нужно отдельное направление и отдельная профессия, вот, поэтому профессия бариста вот этим отличается, потому что это отдельная наука. Не знаю, он вкусный, не могу больше как-то ответить. Кофе – это прям целая наука, и сложно одним названием объяснить функционал конкретно напитка, то есть можем взять, не знаю, ладо капучино, по факту и там, и там, эспрессо, молоко, но какой-то из этих напитков будет более плотный, будет более кофейный по вкусу, а какой-то напиток будет более молочный и менее кофейный. И чтобы человек в гости не приходил, там, а можно что-то менее кофейное, вот, что-то такое более плотное, вот, можно просто сказать, можно капучино. То же самое с объемом напитков, можно взять маленький капучино, большой капучино, вот, опять же, чтобы человек, опять же, не парился, уменьшать время этого разговора, чтобы и кофейня быстрее работала, чтобы у людей было понимание самого продукта, вот, потому что, не знаю, там, если мы вдаемся в черный кофе, там бывают прям такие названия, там, не знаю, можно просто Харио на Бурунди, не знаю, не, давайте лучше Кения, вот из региона Ниере, вот, мытые обработки, вот, я пробовал, там, 36 часов ферментации, вот, от такого-то фермера, вот, и заварите мне вот по такому рецепту, и ты думаешь, блин, хорошо, вот, и, опять же, ну, чтобы реально сокращать то есть это время общения, то есть я люблю поболтать, но круто, когда этот разговор информативный, мы друг другу понимаем, вот, плюс, не знаю, там, различные семинары позволяют рассказывать про продукты, рассказывать про напитки, опять же, тоже для образования. Если разговор идет у нас о молочной пенке, то существует вообще куча девайсов для создания этой пенки, вот, и один из самых простых, который можно дома использовать, это френч-пресс, то есть можно нагреть, не знаю, в сотейнике молоко, там, до нужной температуры, не знаю, где-то 58 градусов делать, или просто, чтобы комфортно пить, налить во френч-пресс и просто начать долго взбивать, вот, и получится, кстати, неплохая пена, вот, есть разные штуки, которые с помощью пара позволяют на комфорке взбить хорошую пену, но круче всего, конечно, это профессиональные эспресс-машины, вот, в них существуют отдельные накопительные баки с тенами, то есть это такой нагревательный элемент, и там, как раз, давление пара, его густота, влажность позволяют сделать настолько идеальную пену, то есть это прям, не знаю, можно сказать, что нано-пузыри, то есть не видно, просто такая гладкая, классная текстура, поэтому ответ с помощью, с помощью эспресс-машины. Да, это художниковое имя Бористо, точнее, его профессия. На самом деле есть отдельное направление, это называется лотт-арт, вот, и существуют даже мировые чемпионаты, вот, и там, где я сейчас работаю, у нас работает девочка на чемпион мира 2012 года, то есть она придумала свой авторский рисунок, нарисовала, вот, сделала круче всех, и она вот, ну, круче всех в мире. Я считаю, что это прям художники, потому что я умею вкусно варить кофе, я умею делать хорошие рисунки и довольно стабильно, я не умею, насколько круто рисовать, как рисуют, там, не знаю, мои коллеги, вот, потому что это дар, и, не знаю, я думаю, что вы сами все всегда поражались, когда кто-то круто рисует, и у меня до сих пор это есть, я немножко завидую, вот, но стремлюсь, поэтому лотт-арт, и это и есть художники, точнее, люди, кто занимается лотт-артом. Очень много гостей, вот, я не очень люблю слово клиента, потому что это гости, вот, и это тоже, что прививает работа в общественном питании, то, что все клиенты, они твои гости, потому что они приходят к тебе в кофейню, ты их встречаешь, условно, обнимаешь, там, кого-то обнимаешь, это все для них, то есть нарисовать сердечко, не знаю, причем очень крутые моменты, когда, там, не знаю, приходят серьезные мужчины, у меня были ситуации, когда приходили, там, гости, а ты видишь, там, у него торчит пистолет из пиджака, понимаешь, что это телохранитель, и там суровым голосом нужна капучино, вот, и ты, не знаю, там, рисуешь сердечко, и там такая детская улыбка, спасибо. Ну, я прям обожаю такие ситуации, и, там, не знаю, девушка сидит, там, грустное или плохое настроение, и, там, не знаю, можно что-нибудь нарисовать, или даже написать какое-нибудь слово, и ты просто не общаешься с человеком, потому что тоже нужно понимать, что каждому гостю нужен свой подход, и не ко всем можно подойти и, там, начать разговаривать, потому что, ну, в некоторых ситуациях, там, не знаю, человек плачет, лучше не подходить, вот, и это тоже своего рода психология. Просто молча приносишь ее напиток, и, там, с каким-нибудь крутым рисунком, и вот просто момент, когда человек озарения, вот, он улыбается, и мне кажется, это круто, и это то, что меня мотивирует в профессии. На самом деле, да. Сейчас индустрия развивается, и на, ну, очень много компаний, которые, не очень много, там, не знаю, три компании есть точно, кто занимается производством очень крутого растворимого кофе. То, что я пробовал, это реально очень вкусно. То есть, сам процесс, он сложный, он дорогой, но находятся компании, кто сейчас этим занимается, кто реально классный кофе, сублимирует, и получается очень вкусно. То есть, да, это круто. Есть компания Sudden Coffee, вот, это из Финляндии. Это прям 100%, они отправляют этот кофе по миру, вот, и можно прям найти их, посмотреть. Изначально кофе, он зеленый. То есть, если мы берем вот прям кофе, который приезжает, он зеленый. И зеленый кофе, он пахнет горохом. То есть, ничего в нем сверхъестественного нету. Я не знаю, помните, раньше была ситуация, когда, не знаю, лет 5 назад, там, был зеленый кофе для похудения. Вот, была прям реально панацея по Москве, и, ну, прям куча народу спрашивала, у вас есть зеленый кофе? Вот, на зеленый кофе, чтобы просто понимали, что это реально как горох. Он пахнет горохом. Ну, пахнет как вкусный горох. Но по факту перемолоть вообще сложно. Вот, поэтому что-то нужно с ним сделать. Поэтому существуют такие аппараты, как называют, они называются ростеры. Вот, это большая машина, которая с помощью горячего воздуха обжаривает кофе. Зернышко кофейное, оно из вот этого зеленого состояния, оно вдруг становится коричневым и становится раза в два больше. Вот почему это происходит? Потому что внутри кофейного зеленого зернышка у нас есть сахар. Сахар имеет свойство карамелизоваться при нагревании. Вот, он карамелизуется. У нас становится коричневое зернышко. Вот, и появляется очень крутой запах. Рушится кречевая структура, то есть она становится более хрупкая. Его уже можно молоть. Вот, и обжарка тоже прям суперсложный процесс, который я знаю частично, потому что есть отдельная профессия, обжарщик кофе. И это тоже своего рода наука, потому что пожарить кофе сложно. Это как с мясом. Можно его, не знаю, пожарить с двух сторон, там, за 30 секунд, либо его долго запекать. То же самое с кофе. Можно пожарить, там, не знаю, за 3 минут, либо спалить за 5 минут. Вот, а можно плавно доводить до степени готовности за 9 минут и получить реально крутой результат. Поэтому из зеленого кофе невозможно заварить. То есть он возможно заварить, но получится бурда. То есть получится... Непонятно что. А можно этот же зеленый кофе хорошо пожарить, получить ароматный продукт, его смолоть на правильной кофемолке, заварить хорошей, правильной водой, правильной температуры, там, не знаю, за правильное время приготовления, и получить реально очень крутой, ароматный напиток, который по вкусу даже не будет напоминать, там, не знаю, какую-то горечь, не знаю, что-то ужасное. Это будет реально как компот. Вот, но при этом кофейный, вкусный, кайф. Смысл чемпионов Бориста – это, во-первых, азарт, во-вторых, это продвижение спешлити-индустрии. То есть условно существует эта тусовка людей, кто варит постоянно кофе, он занимается, не знаю, обжаркой, все время пробует, пробует, пробует. Существует прямо отдельное направление. То есть если мы говорим глобально про кофе, то у нас есть коммерческий кофе, есть спешлити-кофе. Вот спешлити-кофе – это условно такой небольшой процент продукта наивысшего качества, где все ягодки собраны вручную, они прошли все этапы обработки очень правильно, все прослеживается, там нет зеленых ягодок, только спел ягода. И только из этого продукта можно получить классный, вкусный продукт. И эти чемпионаты созданы для того, чтобы продвигать эту индустрию. Как пример, можно взять выступление 2014 года. этого человека зовут Хидонори Изаки, он из Японии. Это первый человек, который победил в Японии, то есть из Азиата в чемпионатом мире. Он очень круто продвинул индустрию, то что показал, что в Азии очень крутой продукт. То есть там есть реально люди, кто занимается кофе, там есть хорошие обжарщики, там реально очень крутой кофе. И ты меняешь понимание и взгляд других стран на твою страну. То есть это реально прям изменение культуры. Еще мой любимый пример есть чувак, его зовут Мэтт Бергер. Вот, он из Австралии. Он не победитель чемпионата мира, по классическому чемпионату. Но он занял, по-моему, второе место. Но он тогда в тот момент выступал на кофемолке. Эта кофемолка называется Malconic EK43. Вот, ее уже там, она выпускалась уже порядка 45 лет. Но он своим выступлением доказал, насколько она крутая. И эти кофемолки возобновили в производство. Вот, и сейчас эта кофемолка стоит, мне кажется, во всех кофейнях в мире. Они заключили с ним контракт, он стал их иммассадором. Вот, ну, короче, это очень круто. Выступление на чемпионате, это, во-первых, продвижение самого себя, как бы это ни было, ну, плохо звучало. Ну, я не вижу ничего плохого в этом. Вот, то есть продвижение каких-то своих идей, это как лекция TED. У тебя есть крутая идея, ты можешь большому количеству людей донести. Во-вторых, это продвижение компании. Вот, и в-третьих, это продвижение страны. Потому что ты своим выступлением на чемпионате продвигаешь свою крутую идею, доносишь до, там, условно, россиян. Эта идея уходит за пределы России. И ты меняешь представление людей о кофейной сцене вообще в России. И люди понимают, что, слушай, круто. Потому что, не знаю, там, пять лет назад ты говоришь, слушай, я вот из Москвы, у вас в России есть кофе. И сейчас, когда ты приезжаешь и говоришь, что вот я работаю там в компании Double B, они говорят, о, круто, у меня есть пачка. Что? Откуда? Или заходишь в кофейню, не знаю, у меня была такая ситуация в Будапеште, я захожу в кофейню и хей, Богдан. Вот, и просто ребята где-то увидели, узнали, и у них тоже была пачка кофе. И это круто, потому что кофе это большая-большая-большая семья, но очень такая маленькая. Большая, но маленькая. В которой тебе просто комфортно, и тебе есть о чем поговорить. Мне кажется, в любой сфере есть такие семьи. Вот, и кофе обетняет. Можно, но не в больших масштабах. То есть там два-три зернышка вполне легко можно посадить. Если кому-то нужно, то могу подарить. У меня есть друзья, кто выращивал. Я хотел выращивать, но мне было лень. Вот, и кто-то даже вырастил там пару ягодок, попробовал, какая ягода на вкус. Даже потом пожарил на сковородке эти два зернышка. Вот, это прикольно. Кто не пробовал ягодку на вкус, вот, не знаю, тоже есть такое очень прикольное представление, что, блин, а какая она вообще на вкус? Кофейная ягода. Вот, и ты, как говоришь, не знаю, гостям, знаете, почему вообще кофе там кислотный? Такие, не-не. Вот, а вы пробовали кофейные ягоды? А какая она на вкус? Горькая. Ягода на сладкое, она очень похожа по вкусу, как, не знаю, там, в детстве пробовали зеленый горошек в стручках. Вот такая же сладкая, но раз в 10 слаще, с таким оттенком личи. Ну, это вау. Это тоже мотивирует, и гостям становится интереснее приходить и узнавать что-то еще, еще, еще. Кофе штырит потому, что в нем содержит кофеин, и существуют там две разновидности кофейных деревьев, арабика и робуста, и в них разное количество кофеина. И вот насколько ты правильно заваришь чашку кофе, вот, столько и будет, там, кофеина условно. Потому что кофеин это, по факту, твердое вещество, которое хорошо растворяется в воде. И, собственно, с помощью воды ты из кофейных зернышек переносишь этот химический элемент в себе в напиток. Причем, кстати, есть такое забавное утверждение, что, ну, не забавное утверждение, я сам так думал, что, там, не знаю, эспрессо бодрит. Вот. Но на самом деле бодрит не кофеин, а вкус. Потому что эспрессо, по факту, это кофейные масла, которые под давлением вышли наружу, попали в чашку, растворились в воде, такая условная эмульсия. И вот эта пеночка, это как раз-таки вот эти кофейные масла, которые обволакиваются пузырьками углекислого воздуха, они обнимаются вместе. Вот. И, собственно, там кофеина очень мало, но бодрит за счет вкуса, потому что, по факту, концентрат кофейных масел. А кофеина будет больше содержаться в фильтре кофе, там, где, условно, 3 литра воды пролилось, там, не знаю, через 250 грамм кофе, вот, и там, как раз-таки, будет прям много кофеина. Вот. Можно даже на себе проводить эксперимент, там, не знаю, выйти, зайти утром в кофейню, попробовать эспрессо и сравнить, там, с чашкой фильтр кофе. Эспрессо будет, безусловно, будет более яркий, будет более плотный, а фильтр кофе будет такой более легкий, вот, но, как раз, киштырь будет от второго. Там, не знаю, может, в один день сделать так, записать свое ощущение, и на следующий день сделать так. Пробовал. Есть некий снобизм, там, не знаю, между, ну, многих баристов, то, что фу, там, не растворимый, фу. Блин, ребят, то, что я говорю каждому гостю, говорю новеньким баристам, кто приходит в компанию, то, что для каждого гостя, ну, у него есть своя чашка кофе. И я не вправе, ну, давать ему какой-то тренд, не знаю, там, говорить, что фу, там, неправильно, нет. Он сам выбирает. Пусть он сделает свой осознанный выбор. И, честно говоря, ну, говорю, если, там, не знаю, еду в Питер, обожаю ночные поезда, вот, и, не знаю, выпить три в одном в стакане с подстаканником, ну, мне кажется, цветовое. Ну, не знаю, опять же, у меня есть такое воспоминание с детства, когда, там, не знаю, пока мама не видит, насыпать, там, не одну чашу чайной ложкой или пол чайной ложки, а три, вот, залить туда сахаром, молока, вот, и наслаждаться, думать, что ты взрослый. Это такое святое воспоминание с детства, когда ты его можешь воспроизвести каждый день. Вот, это вкусно, ну, не знаю, мне нет какого-то снопского отношения. Любая чашка кофе имеет право быть. В академии, в кофейне, говоря про себя, не знаю, я себя называю, там, сын полка, потому что я пришел в компанию, ничего не зная, вот, и ходил за всем, там, научи, и меня потихоньку учили-учили-учили, и через три месяца, вот, я там, встал за кофе-машину. Сейчас все проще, ну, допустим, у меня, в моей компании, Double B, у нас есть целая академия, она находится в парке Горького напротив гаража, это огромный целый дом, то есть, там, различные классы обучения, обучение вкусовому, вкусовому анализу кофе, ну, органолептики, обучение спресс-машине, заваривать черного кофе, то есть, там, куча-куча всего, и это обучение длится шесть недель, плюс стажировки в кофейне, плюс последующий экзамен, где у тебя выдается диплом о сдаче экзамена, вот, также у нас в академии есть курсы, ты можешь для себя прийти обучиться, если не хочешь об этом бороться-то, потому что, вот, честно, не знаю, я бы пошел обучиться и хочу еще пройти эти курсы, потому что, ну, нужно развиваться, и, окей, ты работаешь, там, не знаю, в индустрии, вот, но, тебе каждый раз интересно узнавать, 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 и нужно не стоять на месте, поэтому, если хочешь, всегда будешь учиться, плюс, не знаю, я для себя тоже открываю такие моменты, что я обучаюсь в инстаграме, обучаюсь в интернете, то есть, ты всегда черпаешь информацию, поглощаешь, и, если хочешь, ты будешь знать, вот, зависит от ставки, в большинстве кофейная сейчас ставка, это, почасовая, может быть, от 100 рублей, ну, если всю Россию охватывать, там, если, берем Москву, то где-то средняя ставка 180-220 бариста, ну, в месяц, где-то выходит, наверное, в районе 45, вот, но, есть рост, там, не знаю, можно ставить шеф-бариста, то есть, ты будешь получать больше, там, в районе 70-80, больше, либо ты берешь какие-то дополнительные обязанности на себя, там, не знаю, делаешь заказы, то есть, все зависит от желания, то есть, можно зарабатывать, можно зарабатывать хорошо, можно участвовать в чемпионатах, тебя узнают люди, можно зарабатывать консалтингом, ну, все зависит от человека. Гостя, вот, и то, что это наука, которая развивается, она вообще не стоит на месте, то есть, ну, нельзя сказать, что я знаю все, вообще нет, то есть, каждый раз я для себя что-то узнаю новое, и не понимаю, как я жил раньше, без этих знаний, потому что, ты постоянно съедаешь эту информацию, съедаешь, 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 и, ну, не может насыриться, потому что, по крайней мере, сейчас в мире, в России, вот эта индустрия, она уже, ну, в стадии не ростка, как нам не знали, было лет 10 назад, а хорошего уже, такого ствола дерева, и ты можешь менять эту индустрию, ты можешь приносить свои знания, ты можешь чем-то стать известным, ну, не знаю, я не хочу быть скорее известным, мне хочется что-то делать полезно для этой индустрии, то есть, принести свой вклад, и есть возможность вообще еще сейчас все это менять, и, опять же, чемпионаты помогают продвигать свои идеи, и доносить это до людей. Развитие и интерес в профессии в том, что можно менять эту индустрию, и, и, вторых, это общение. Я всегда, не знаю, если я не работаю за стойкой, я скучаю по гостям, то есть, ну, реально, не знаю, пишите в фейсбуке гостю, а где ты? Вот, и меня прямо они мотивируют, и мотивируют, не смотри, там, на усталость, потому что работа сложная, потому что, не знаю, 12-16 часов на ногах, вот, это тяжело, особенно, когда, не знаю, 5 дней работаешь, в профессии сложно. Плюс, тебе нужно быть всегда внимательным, потому что это работа с гостями, это работа в общественном питании, ты ответственен за то, что люди пьют, что у них в чашке все, не знаю, все чисто, что, там, не знаю, ребята-бористы не нагрубили, тебе нужно быть ответственным за это, вот, принимать вовремя решение, чтобы, там, не знаю, кофейня была обеспечена, там, молоком, кофе, всем-всем-всем. Это сложно, вот, но, опять же, это приходит с опытом, когда, тебе это, ну, не предстоит быть рутиной, но просто ты вовлекаешься, понимаешь, да не знаю, ну, возможно, периодически усталость, либо какие-то, бывают гости, которые приходят сами, не в настроении, то есть, бывает реально очень много конфликтных гостей, которые напрямую идут на конфликт, и ты же не можешь его выгнать из кофейни, вот, потому что, либо тебе нужно вызывать охрану, потому что, ну, реально бывают конфликтные ситуации, вот, и вот эти ситуации, когда тебе нужно вовремя принять решение, что делать с человеком, когда он начинает грубить, или бы вести себя некорректно, и опять же, это задача шефа на смене, там, не знаю, или старшего человека, кто находится, вот, чтобы вовремя принять решение, и этот конфликт не перешел на других гостей, потому что ты то человек, кто создает атмосферу в кофейне, и, кстати, очень крутое утверждение, то, что, ну, многие там говорят, что, о, крут, там открылась кофейня, там вообще такое оборудование стоит, там такое кофе, блин, на самом деле фигня, кофе, он, ну, он должен быть просто хорошим, но я хожу лично в кофейне к людям, вот, и когда ты приходишь в кофейню, там, тебе не улыбаются, тебе не хочется возвращаться, а когда ты приходишь в кофейню, там, не знаю, и тебе там с порога, здорово, вот, ну, это же круто. Не быть снобами, а быть открытыми, улыбаться, вот, не бояться спрашивать, быть с зудом сзади, к знаниям новым, в кофе вообще везде, потому что тоже очень такая прикольная штука, что многие ребята не помнят, какой-то школьный курс химии или математики, вот, и бывают моменты, когда, блин, чувак, алло, чтобы было просто желание развиваться, потому что бывает, да, не знаю, моменты, когда человек не знает английского языка, а там уже третий год работает в кофейне, вот, это немножко странно, ну, я считаю, поэтому должно быть всегда стыдно самого себя, что ты что-то не знаешь, чтобы было вот это желание и зуд задницы к новым знаниям. Кофе из Колумбии, это ферма Ля Виргиния, это регион Уилла, фермера зовут Рафаэль Ая, сейчас это мой, наверное, любимый кофе, потому что в моей компании, в Double B, есть очень крутой проект, мы нашли этого фермера, случайно, точнее, наш главный обжарщик, Дим Бородей, вот, он нашел этого фермера, мы с ним познакомились, и что нас удивило, у него ферма, его станция обработки кофе, где ягодки депульпируются, где удаляется мякоть, она находится в 30 минутах ходьбы по джунглям, на муле, вот, но на его станции обработки, там нет электричества, там стоит бензиновый депульпатор, который крутится, там свечки, там нет вообще реально электричества, но там супер чисто было, то есть там не было никакого запаха постороннего, там был, ну, реально классный, вкусный воздух, этот человек, несмотря на такие трудности, он делает реально крутой продукт, он постоянно обучается, вот, и с этим человеком, он знает только испанский язык, мы общаемся через его сына, точнее, наша обжарщика путешествует, он только с его сыном общается, и передает ему какую-то информацию, вот, и мы вложились в этот проект, то есть мы хотели как-то улучшить жизнь маленького фермера, мы построили ему канатную дорогу, вот, и сейчас, ну, вот, она уже работает, и теперь, тебе не нужно на муле переться по джунглям, на 30-40 минут, а ты за 5 минут доезжаешь просто по прямой, и, ну, ты уже не думаешь о логистике, а ты думаешь о продукте, это помогает мыслить вперед. Второй кофе, это Kenya Muteco Mutuaini, вот, это кофе, который был тоже, опять же, у нас в компании, где-то месяца два назад, это был очень крутой кофе, потому что, в целом, кофе из Kenya всегда такой, как морс, как морс из красных ягод, то есть, там, черный чай вместе с ягодами, прям много-много ягод, а этот кофе был супер сладкий, то есть, он был нереальный сладкий, абсолютно нетипичный вкусовой профайл для вот этой Kenya, и она прям очень запомнилась. Года 3 или 4 назад у нас было два кофе, но их назову вместе, это была Феопия Ворки Шалу и Феопия Миссели Хайли, и многие гости спрашивают, что это у вас на полке стоит, там, Миссели Хайли, Ворки Шалу, что это? Вот, а все просто, Миссели Хайли, это фермер, это его имя, вот, а Ворки Шалу, это его жена, то есть, вот, у нас на полке стояли два лота кофе от фермера мужа и фермера жены. Это, мне кажется, круто, и вообще, круто, что сейчас индустрия и наше направление позволяет вести такие прямые отношения с фермерами. 5-6 лет назад я не представлял, как, ну, он выглядит кофейное зерно, а сейчас у нас есть возможность написать в Инстаграме фермеру, если какая-то, что слушай, а вот, мед для чемпионата, нужно понять, как ты обрабатывал кофе, и он тебе просто пишет, а вот так, и вот еще тебе фотографии присылают. Опять же, бывают ситуации, когда какие-то у нас проекты существуют без нас, и тебе нужно как-то контролировать такие процессы, там, на нашем главном сорсеру, кто ищет зеленое зерно, ему присылают фотографии, то, что, слушай, вот мы сейчас начали ферментировать кофе, вот фотографии, вот, ну, мы не врём, и тебе такая отдача позволяет круче и ближе быть к людям. Такого раньше вообще даже не мог представить, а сейчас могу. Плюс, у меня была возможность в 2015 году, я был первый раз на ферме, и меня это прям привело в такой, ну, не шок, но меня хорошо это встрепенуло, вот, потому что я был в Гондурасе, это был проект, назывался спористый фармер, это было прям реально реалити-шоу, в котором мы жили две недели на ферме, то есть мы каждый день собирали ягоды, соревновались на каких-то, ну, различных конкурсах, вот, и на второй день я потерял телефон, и я был вообще без связи, это был тоже такой очень крутой период, потому что я подтянул английский, потому что в стрессовой ситуации ты думаешь по другому, когда мы собирали ягоды, не знаю, тоже для меня был крутой пример, мы в первый день приехали на плантации, и нас выставили на таких ровных плантациях, ребят, собирайте, они такие, о, там, собираем, 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 собрали там целый мешок, ребята, вы крутые, они такие, да, 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 вот, и на следующий день нам сказали, что, ребят, давайте вы соберете вот еще два раза больше, и у вас там будет rest day, они такие, о, чума, круто, и нас отправили на такой склон, ну, с которым ты реально сваливаешься, вот, это была разновидность арабики, называется желтый котуай, то есть там, короче, очень много веток, там все рассарапаны были, там очень маленькая урожайность у этих деревьев, и мы там собрали просто дэш, и нам сказали, что мы хотели вас проучить, у вас, конечно, будет rest day, но, ну, просто знаете, что это нелегкая профессия, и сборщики ягод порой прям рискуют жизнью, они привязывают себя к деревьям, спускаются на разные склоны, потому что ягоды нужно собрать, если их не собрать, то просто дерево может умереть, вот, очень хорошо, правда, встрепенул, и в тот год мне удалось победить, это было тоже прям прикольное событие, потому что там были ребята с Гватемалы, были с Колумбии, с Аргентины, с Австралии, то есть прям реально такая большая-большая тусовка, и один парень из Москвы, который плохо говорит на английском, и было приятно вообще поучаствовать в этом проекте, вот, и можно его найти, вот, там много интересных видео, и этот проект существует до сих пор. Второй момент, который меня тоже хорошенько так встряхнул, я даже стоял на смене, там, не знаю, не было гостей, и у меня, ну, возникла мысль, то, что, вот, если в одной ягоде содержится два зернышка, а вот я сейчас варю, ну, там, не знаю, эспрессо, у меня идет примерно 18 грамм зерна, вот, а сколько ягод содержится, ну, в одной чашке эспрессо? Мне было не лень, я взял эти 18 грамм кофе, начал считать, вот, у меня получилось 144 зернышка, то есть 144 зернышка, это 72 ягоды, это 72 ягоды, которые вручную собраны людьми, и ты когда понимаешь молки, ты сбрасываешь одну полку, ой, порцию эспрессо и просто выбрасываешь ее, ты выбрасываешь 72 ягод, то есть ты выбираешь, ну, выбрасываешь 72 ягод, который собрал человек для тебя, ну, конечно, он получил за это свои деньги, но сам факт, это человеческие работы, а когда мы с вами приходим в кофейню и видим, там, не знаю, бункер зерна, там, 2 килограмма эспрессо, на полке, там, 10 килограмм эспрессо, и вот простой калькуляции в голове, там, не знаю, 18 граммов, 72 ягоды кофейных, это позволяет просто представить масштаб человеческой работы, которая происходит и сколько люди вкладывают в себя. Поездка в Гондурас, вот этот момент на смене, меня просто приучили понимать и быть внимательным к тому, что я делаю и насколько я деликатно, бережно общаюсь и работаю зерном, вот, это вызывает, опять же, мотивацию и жажду знаний, вот, и можно за что-то дать по шапке Бористо. Вино, чай, пиво. Вот, на самом деле, я люблю все, я люблю и пиво, я люблю и чай, и, опять же, профессия, профессия Бористо тебя заставляет постоянно пробовать, то есть, я не знаю, я не могу прийти, там, не знаю, в кофейню, не знаю, в кафе и просто выпить, даже просто выпить бутылку кола, ты начинаешь ее оценивать, ты начинаешь ее оценивать в тактильности, вкусовые ощущения, вот, это реальная проблема, поэтому, ты ко всем продуктам начинаешь более внимательно относиться, там, не знаю, ну, реально невозможно выпить нормальное пиво. Или вина, потому что начинаешь его оценивать, особенно, когда это тусовка Бористо, там, не знаю, все собрали, пошли выпить вина, и вот, там, кто-то начинает, о, что-то здесь послевкусие не очень, там, не знаю, тактильность не та, о, здесь аромат вообще бомба, вот, и поэтому все, что вкусно. Кстати, много, ну, немного, но есть друзья, кто из профессии сомелья, они обучились, но ушли в кофе, потому что в кофе веселее и интереснее.